Мяч это, пожалуй, единственное, что уроднит футбол и футбольный фристайл. Если первый это командный вид спорта, то во втором каждый сам за себя. Теперь два раза попробуй. Два раза набить. Так, давай еще раз. Дмитрий Пирогов тренирует ребят в единственной в Цумени школе футбольного фристайла. Трюкам с мячом начинающих здесь учат те, кто и сам не так давно освоил ловеры, ситтинги и апперы. Аперы. Выполнение трюков на голове, на плечах, на висках. Главное правило – минимальное использование рук. Настоящие профи виртуозно владеют всеми дисциплинами. Среди титулованных спортсменов немало наших соотечественников. Так на чемпионате мира в прошлом году блистал тюменец Антон Павлинов. Россияне по праву считаются одними из сильнейших фристайлеров в мире. Одна из основных дисциплин, которую они уделяют – это ловеры. То есть трюки, выполняемые стоя, ногами. И они делают упор в основном на сложность трюков. А в Европе делают упор в основном на красоту. А вот о футбольных победах на мировом поприще пока говорить не приходится. Тренера сборных мало замечают и мало обращают внимания на перспективных игроков, которые находятся у нас в глубинках, в периферийных городах. Больше внимания надо обращать этому. И тогда, может быть, у нас российский футбол поднимется. В школе ФК «Тюмень» занимаются более 300 мальчишек. Отбирают самых талантливых и выносливых. За одну тренировку юные футболисты могут пробежать до 4 километров. Не говоря уже о том, что техника владения мячом должна быть безупречной. Это нужно для того, чтобы чувствовать мяч и владеть им. Футбольный фристайл – один из элементов тренировки. И спортсмену полезно, и болельщиков есть чем удивить. Нередко такие финты с мячом перед матчем проделывал сам Диего Марадонна. Что до фристайлеров, то они же наоборот. Пока разогреваются, с удовольствием играют в футбол. Анастасия Макеева, Александр Бележанин, Владимир Кондратьев. «Тюменское время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова